60% коренного населения Ямала свободно говорит на родных языках это ненцы, ханты и селькупы. Для сохранения языкового разнообразия нужны учителя, которые со всей педагогической любовью и смелостью буквально из своего сердца достанут слова и положат их на сердечки юных северян. Нам не стоит сосредотачиваться только на педагогических кадрах, поскольку знание родного языка, оно может применяться и в любой другой сфере, ну, например, в сфере журналистики. Вот я сегодня тоже представил, привез с собой газеты наших печатных средств массовой информации на ненецком, на хантыском языке. И как раз здесь тоже нам нужны люди со знанием родного языка. Возможность встретиться онлайн безгранично расширила географию фестиваля. На связи село Лорино, это Чукотка. И там с помощью методики Монте-Сори учат первоклассников родному языку. Фестиваль именно та площадка, которая может показать и смотивировать преподавателей родного языка. Потому что, когда вы занимаетесь, вот только что выступал представитель Саамского, он преподает для трех человек. И он единственный преподаватель. И, понимаете, если его оставить одного, и он показывает, что он не сможет понять, а действительно нужно ли это. И когда он понимает, что в то же время на Чукотке такой же энтузиаст, преподаватель родного языка преподает для восьми человек, у них появляется дополнительная мотивация. Они видят, что они не одни. Хань – крупнейший народ Китая и самая многочисленная нация мира. Тяо Дзянь, гость фестиваля, рассказал, что в их стране сохраняют не только языки, но и целые национальности. Это не просто фотографии. В каждой целая история рода и человеческая судьба. Автор фотопроекта «Традиции в кадре» Елена Неркагы. Все ее герои – ямальцы. Они учат родной язык и познают культуру с молоком матери. Задача языковых активистов – сохранить. Важно, чтобы коренные северяне не растеряли этот мир родных слов за порогом дома. Наталья Славова, Иван Славов. Рим Ямала. Санкт-Петербург.